МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зенитный ракетный комплекс С-300. Система предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов с воздуха. Она способна уничтожать цели на дальностях до 200 километров, даже если они выполнены по технологии стелс. На сегодняшний день, несмотря на появление средств ПВО нового поколения, трехсотка по праву считается одной из самых мощных и надежных ЗРК, стоящих на вооружении белорусской армии и не только. На боевом дежурстве эти комплексы находятся в более чем 20 странах мира. Впрочем, обо всем по порядку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История создания зенитных ракетных комплексов началась с середины 50-х годов, когда на вооружение войск ПВО поступили первые стационарные системы, а в конце 50-х их дополнили мобильные комплексы. По сути, прорывные проекты не лишены были и существенных недостатков. Опыт боевых действий во Вьетнаме и на Ближнем Востоке показывал, что цель в эффективной зоне поражения находятся считанные минуты. А поэтому время развертывания и покидания позиции становились самыми критичными параметрами. Но ни один из комплексов не мог справиться с этими задачами меньше, чем за час. Поэтому в конце 60-х стартовали работы по проектированию новой зенитной ракетной системы, которая учитывала все реалии современного боя. Над проектом работали лучшие конструкторские бюро Москвы и Подмосковья, Свердловска и Ешкар-Алы. С-300П — вариант для ПВО страны, основная система, стоящая на вооружении белорусской армии. Конструкторы разрабатывали ее в двух модификациях — транспортируемом ПТ и самоходном ПС. И если первый серийный вариант ПТ был принят на вооружение в 1978 году, то с самоходной версией все оказалось несколько сложнее, и на вооружение она была принята только спустя 4 года. Но в отличие от комплексов ПТ, размещаемых на подготовленных позициях, самоходные С-300 предназначались для боевого применения с использованием маневра на местности. Широкой общественности комплексы были представлены лишь в мае 1990 года, когда пусковые прошли в колонне техники по Красной площади. Основная задача «Трех соток» — охрана воздушных рубежей над командными пунктами, важными административными и промышленными объектами. В области борьбы с воздушным противником С-300 проектировалась как специалист самого широкого профиля. Ракеты комплекса способны поражать самолеты стратегической и тактической авиации. Вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, в том числе движущиеся на гиперзвуковой скорости. Один из немногих зенитно-ракетных комплексов он способен бороться даже с низколетящими малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Система всепогодная и может эксплуатироваться в различных климатических зонах. Комплектация С-300 включает в себя радиолокатор подсвета и наведения, пусковые зенитно-ракетные комплексы и командный пункт управления, благодаря которому каждый отдельный дивизион становится полностью автономной боевой единицей. Командный пункт служит для автоматизированного распределения целей между зенитно-ракетными комплексами. Обнаружение, сопровождение, целеуказание и захват целей, наведение ракет и оценку результатов стрельбы автоматически выполняет цифровая вычислительная система. Функции оператора заключаются в контроле над работой средств и осуществлении пуска ракет. В составе дивизиона ЗРК С-300, как правило, 12 пусковых установок. Командный пункт управляет ими одновременно. Конструкторам удалось создать комплекс с рекордно коротким временем развертывания – всего 5 минут. Причем большую часть занимает самоконтроль системы. Мобильность комплекса С-300 обеспечивает колесная база высокой проходимости от Минского автомобильного завода. Все машины оснащены приборами ночного видения и радиостанциями для связи на марше. Конструкция шасси позволяет вести боевую работу непосредственно с колес. При развертывании в боевое положение устанавливаются специальные гидравлические опоры. Пусковые установки С-300, ПТ и ПС несут по 4 транспортно-пусковых контейнера с управляемыми зенитными ракетами класса «Земля-воздух». Контейнеры герметичные, ракеты хранятся в них до 10 лет, не требуя проверок и регулировок. Старт ракеты происходит из вертикального положения. Это позволяет обстреливать цели без потери времени на разворот пусковой установки в сторону объекта. При выстреле ракета специальным пороховым зарядом выбрасывается на высоту 15-20 метров, после чего зависает буквально на секунду, а с запуском рулей и двигателя склоняется в требуемом направлении и начинает движение к цели. Осколочная боевая часть имеет массу больше 130 килограммов. Каждая ракета оснащена бесконтактным радиолокационным взрывателем, который подрывает ракету на подлете к цели, уничтожая ее готовыми поражающими элементами в виде кубиков. Ракеты ЗРК С-300 способны достать цель на дальности до 200 километров и на высотах до 27 километров. Баллистические цели могут быть поражены на дальности до 40 километров. При этом комплекс в виде цели за 300 километров и на высотах от 10 метров до 30 километров. В автоматическом режиме «трехсотка» может сопровождать до 65 воздушных объектов и одновременно отстрелять до 6 целей 12 ракетами, по 2 на каждый объект. Минимальный интервал между пусками ракет составляет 3 секунды. С-300 умеет адаптироваться к помеховой обстановке и подавлять уводящие помехи. При этом в режиме коллективной работы данные, полученные с разных РЛС, стекаются на единый командный пункт, чтобы, обобщив обрывочные сведения, можно было получить полную картину воздушной обстановки. На сегодняшний день семейство С-300 включает в себя больше 15 вариантов зенитных ракетных систем, каждая из которых не только на суше, но и на воде демонстрирует впечатляющие возможности боевого применения. Новым этапом в эволюции комплекса стала система С-400 «Триумф», которая с 2022 года также стоит на охране воздушных рубежей Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова